Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Сегодня мы поговорим о очень важном нововведении. С 1 января 2020 года на территории Российской Федерации появляется такое новое понятие, как электронная трудовая книжка, которая на этот период носит добровольный характер, переход именно на нее. Как это будет происходить? Что это такое? Для чего? Мы сегодня поговорим с нашими уважаемыми экспертами. Итак, воеводин Вячеслав Валерьевич, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Тверской области. Добрый день. Кишмахова Майя Якубовна, главный инспектор труда в Тверской области, временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда. И Алеша Киносветлана Александровна, доцент кафедры судебной власти и правоохранительной деятельности Тверского государственного университета. Как видите, экспертный состав у нас весьма высокого уровня. Это все для того, чтобы помочь вам, уважаемые телезрители и радиослушатели, разобраться в том, что происходит. Действительно, цифровизация шагает широкими шагами по нашей стране. Это уже тренд, неотъемлемый для современного общества. Мы понимаем, что совсем недавно переход был на электронные больничные, переход на электронные трудовые книжки. Это то, что далеко не новостью является, об этом уже много говорилось. Очень важно, что это не является безальтернативной процедурой и носит добровольный характер. После 1 января 2021 года у тех, кто начнет впервые работать, Вот у тех граждан уже альтернатива не предусмотрена, и у них будет исключительно электронная форма трудовой книжки. Ну, а для тех, кто все-таки работать начал ранее, имеет определенный трудовой стаж, для тех будет право выбора, которые должны будут оформить надлежащим образом до 1 июля сего года. Так, Майя Якубовна, я не ошибся, до 1 июля такое право у наших граждан? Нет, нет, смотрите, право подать заявление, изъявить свое желание, каким образом они хотят вести трудовую книжку, продолжать на бумажном носителе, либо в электронном виде, они имеют право до 31 декабря 2020 года. У нас до 1 июля 2020 года это обязанность работодателя письменно уведомить работника о его праве. Очень хорошо. Значит, вот мы выяснили очень важную деталь еще до фактического обсуждения, что до конца года сохраняется возможность принятия решений, какую форму трудовой книжки работник для себя выберет, ну а работодатель должен официально уведомить в виде официального письменного уведомления своих сотрудников именно в течение первого полугодия. Все-таки чем же руководствовался законодатель, что сподвигло, какие плюсы и минусы видели разработчики? Вот я хотел бы, наверное, обратиться в первую очередь, Светлана Александровна, к вам. А вот теоретическая часть вопроса, что называется, законодательная его база, наверное, лучше вас сложно будет в этом нам сегодня разобраться. Спасибо за вопрос. Теоретическая база, она неразрывно связана, прежде всего, с потребностями практики. И все те проблемы, которые возникали на практике, они заставили научное сообщество выступить с соответствующей инициативой. Во-первых, это, безусловно, быстрый и удобный доступ работников к сведениям о своей трудовой деятельности. Это исключение неточностей, ошибок, недостоверной информации на бумажном носителе, которая сегодня подчас вносится работодателями, сознательно или несознательно. Возможность дистанционного трудоустройства, возможность дистанционного оформления пенсии – это все те плюсы, которые открывает электронная трудовая книжка. Негативного аспекта нет в связи с тем, что содержательная электронная трудовая книжка не будет ничем отличаться от бумажного носителя. Также будут сведения о работнике, сведения о работе, сведения о приеме на работу, о переводах, об увольнении работника, основания прекращения трудовых отношений. То есть весь тот объем необходимых и достаточных сведений для формирования пенсионных прав работника он сохранится в электронной трудовой книжке. И единственное отличие может быть отсутствие сведений об образовании, о наградах, которые и работник, и работодатель и так в свободном доступе могут узнать. Вот может быть возникать все-таки проблема, чтобы трудовую историю работника узнали в последующем его будущие работодатели? Как вот здесь, как вы видите? Опять же, утвержденный законопроект предусматривает все возможные варианты доступа к этой информации. Во-первых, этот доступ имеет сам работник. И источники информирования достаточно разноплановые. Это и личный кабинет на сайте пенсионного фонда, и можно обратиться к соответствующим запросам в пенсионный фонд, и многофункциональный центр это обеспечивает возможность. И предыдущий работодатель при расторжении трудового договора обязанного дать работнику сведения о его трудовой деятельности у данного работодателя, либо на бумажном носителе, как это будет устраивать работника, либо в электронной форме, если имеется соответствующая возможность. И к новому работодателю работник приходит с этой информацией и ее предоставляет. И опять же, если сам работник не против, то есть возможность нового работодателя обратиться к прежнему, если, поскольку это персональные данные работника, только согласие самого работника. Только согласие самого работника. Но все-таки я думаю, что у нас общество по сути своей достаточно консервативно, и определенные сложности на этом этапе могут возникнуть. Действительно, очень большое количество людей все-таки будет, скажем, задействовано в рамках этой реформы. По оценкам чиновников, такие цифры звучат. Более 4 миллионов работодателей и около 58,5 миллионов трудящихся. Ну и по предварительным оценкам, очень многие все-таки уже определятся, попытаются в форму сохранения именно бумажного носителя. И вот здесь, в этой ситуации, я хотел бы все-таки, Вячеслав Валерьевич, попросить разъяснить, вот как оператора, насколько вы готовы, насколько вы сегодня, я вижу, представили достаточно большой объем вот такого печатного материала, который нацелен будет для того, чтобы уведомить, максимально, скажем, проинформировать и работодателей, и работников, да, а вот том нововведении, которое произошло с начала этого года. Да, ну я, наверное, начну с того, что сам посыл создания электронной трудовой книжки – это одно из направлений программы цифровой экономики. Понятно, все переходит в цифры, и когда создавались темы, думали, кто будет оператором этой информации, на самом деле новая система была не создана, а все было основано на тех сведениях, на той информационной системе, которая избрана на пенсионном фонд. У нас, начиная с 1997 года, ведется сведение о всех наших работающих граждан в виде индивидуального присоединения к целому учету. Это действует, и, по сути дела, был добавлен дополнительный раздел, который подразумевает хранение информации, так, о которой есть сейчас трудовой книжке, о которой я говорю, о той технической, технологической готовности пенсионного фонда. Теперь, что касается готовности наших работодателей, наших, может быть, граждан, к тому, что это все осуществить. Ну, во-первых, что касается работодателей, помимо того, что пенсионный фонд проводит активную информационную, разъяснительную работу по этому поводу, плюс начали мы ее проводить еще с конца прошлого года, когда были только даже законопроекты, но они были в высокой степени готовности, мы начали об этом информировать. Информирование у нас происходит в различных, можно сказать так, форматах, да, то, что вы говорите, вот не готовы, я могу так сказать, у нас порядка 90% работодателей региона представляют нам средний пенсионный фонд уже в электронном виде, это готовность с точки зрения работодателей, и те каналы предоставления информации, которые были, они остаются, то есть они будут предоставлены по этим же каналам связи, то же самое, и плюс у них будет еще новый сервис, это будет создан, он уже сейчас создан на сайте пенсионного фонда, на портале пенсионного фонда, личный кабинет страхователя, где он также может задать отчетность, и, естественно, вот тем работодателям, которые у нас подключены в электронном виде, мы все информацию уже довели в электронном виде, она у них уже есть, плюс мы проводим различные роды семинары и так далее. Что касается работников, ну, на самом деле, я хочу сказать, что этот переход, он, понятно, добровольный, он плавный переход, он будет продолжать в течение всего 2020 года, и вот, как вы сказали ранее, действительно, работодателям надо проинформировать своих работников до 1 июля, уведомить, проинформировать о том, что у них есть возможность выбора, да, и работнику надо будет до конца года сообщить о своем выборе, определиться. Даже если он это не сделает, а почему, хочу сказать, плавный переход, даже если он это не сделает... То по умолчанию сохраняется бумажный вариант трудовой. По умолчанию сохраняется, да, но он это, да, вообще, почему он может не сделать, потому что у него, в принципе, и он должен нам сообщить, почему он может не сделать. Существуют варианты, когда, ну, предположим, там, длистинный больничный, да, или перерыв в работе, да, то есть есть определенные основания, когда он это может позже сделать. За ним, естественно, тогда... Право сохраняется. Право сохраняется. Он это может сообщить. Ну, в последствии, тут никаких вопросов нет. Из-за этого, если говорить о трехсоставляющих готовности, это органов пенсионного фонда, работодателей и работников, я думаю, что тут не должно быть никаких проблем. А сейчас мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Итак, мы вновь в нашей студии. Скажите, а все-таки как же будет происходить ситуация следующая? Это же получится для кадровиков двойная работа. И вряд ли работодатель пойдет на то, чтобы увеличить штат кадровых служб. По большому счету, наряду с требованиями и обязательствами работодателей предоставлять свое время на целый ряд форм и отчетностей, за ними сохраняться будет и обязанность введения трудовой книжки в том прежнем варианте. Ведь это так? Да, если работник выберет формат введения трудовой книжки, как это было традиционно, на бумаге, можно сказать, в виде трудовой книжки, конечно же, кадровые службы будут вести в параллелье сведения в электронном виде и сведения в трудовой книжке. То есть на этом этапе вот такие сложности, конечно, возникли? Я немножко скажу, знаете, с каким образом, что на самом деле кадровые службы в большинстве организаций и сегодня, на сегодняшний момент ведут информацию о трудовой деятельности работников в электронном виде. Есть программы, 1С, Парус и так далее, которые давным-давно уже подразумевают это делать и уже это ведется на самом деле. В больших организациях точно ведется. И какой-то тут такой особой нагрузки дополнительной на ней не будет. Что касается небольших организаций, ну, наверное, да. Такая нагрузка, получается, увеличивается. То есть на малый бизнес, наверное, для них будет сложно. Скажите, пожалуйста, вот, Майя Якубовна, на этот период, особенно, вот, ну, так назовем его, переходный, насколько жесткими будут ваши требования? Потому что это ведь все-таки новшество, к которому нужно адаптироваться. Но, тем не менее, буква закона, она, мы с вами знаем, достаточно сурово всегда звучит в этой ситуации. Сразу скажу, что административного давления со стороны надзорных органов абсолютно не будет. Сейчас идет разъяснительная работа. Сведения о том, что тем или иным хозяйствующим субъектам допущено нарушение при внесении записи в электронном виде, да, трудовую книжку, мы будем получать из Пенсионного фонда Российской Федерации. И уже при поступлении такой информации к нам, прежде всего, мы будем выдавать предостережение. А уже в случае невыполнения, в случае, когда хозяйствующий субъект, получивший от нас предостережение, что так делать нельзя. Не реагирует на это. Продолжать это делать, вот тогда уже, ну, в рамках закона. Поэтому мы сегодня и хотели бы в рамках программы не только вот проинформировать наших с вами земляков о том, что вот грядут такие изменения, но и возможных плюсах и, может быть, некоторых сложностях, с которыми это тоже будет связано. Вот, в любом случае, я понимаю, что и Пенсионный фонд в виде по той вот уже полиграфической продукции, которая подготовлена в виде пояснений, да, вот соответствующих, наверное, продолжит проводить разъяснения, семинары и прочие вот какие-то меры для того, чтобы максимально облегчить вхождение в этот процесс. Так я понимаю, Евгений Федорович? Да, конечно, да. Мы очень активно продолжаем проводить информационно-разъяснительную работу. Вот сейчас у нас такая, можно сказать, совместная акция с профсоюзами, когда вот мы все сообщаем. И также у нас есть, проводятся семинары с работодателями. Плюс у нас работает телефон, телефон. У нас создан региональный кулцентр, где можно по этому вопросу обратиться. Он тоже работает. То есть на сайте можно получить исчерпывающую информацию, больше того, обратиться по телефону, по которому тоже могут быть представлены определенные разъяснения на те или иные конкретные вопросы. Но мы с вами понимаем, что вот все-таки есть определенные риски. Мы с вами знаем, что не новость уже, когда электронные базы с персональными данными наших сограждан становятся достоянием, но порой, может быть, не так уж маленькой группы, не совсем там добропорядочно настроенных людей. Какие все-таки меры будут для того, чтобы обезопасить персональные данные в базах пенсионного фонда? Ну вот я начал с того, что на самом деле никакой новой системы не создавалось, а все создано и реализуется, в том числе введение трудовой книжки, на базе тех информационных ресурсов, которые есть в пенсионном фонде. Все вот аппаратно-правные комплексы, они как бы рекомендованы регуляторами федеральными региаторами в рамках защиты информации. И вот с момента введения пенсионного учета, это уже более 20 лет, никаких утечек, никакой потери не было. И в принципе она практически исключена. Очень хочется надеяться, что именно так и будет. И понимаю, что, наверное, с учетом каких-то ранних допущенных ошибок в других ведомствах, будут все-таки приняты меры, которые обеспечат вот такую безопасность. Я хотел бы сейчас зачитать некоторые мнения в связи с вот этим новым введением, и попрошу вас их прокомментировать. Вот директор по персоналу Банка Восточной Екатерина Федюнина. Внедрение электронной трудовой книжки, на наш взгляд, необходимо, оно должно быть обдуманным и поэтапным. Есть опасения потери информации, и если по каким-то причинам сервера с данными выйдут из строя, восстановить данные будет неоткуда. Также, возможно, на каждого сотрудника придется получать специальную квалифицированную электронную подпись, переводить данные с бумажных носителей в электронный вид и так далее. Однако, очевидны плюсы. Это минимум бумажной волокиты, создание единой базы данных, в которую мы будем вносить записи о приеме, переводе и увольнении сотрудников. Работник самостоятельно сможет отслеживать свою трудовую деятельность, например, в личном кабинете, в связи с чем снижается риск утери бланка трудовой книжки. Работодателям не придется оборудовать помещение для их хранения, вести журналы учета, исчезнет проблема ошибок в заполнении. В конечном итоге, полный отказ от бумажных носителей в трудовом законодательстве возможен только при полном переводе всей системы кадрового документа оборота на электронный вариант. После этого должна пройти интеграция новой программы в системах с Пенсионным фондом РФ и Федеральной налоговой службой. Вот такой комментарий прозвучал. Что Вы можете сказать по этому поводу? Начнем сначала с того, что было опасение высказано. Опасения были высказаны. Вот сервера, допустим, отказали. Как восстанавливать? На самом деле существуют так называемые резервные копирования, и там сервера разнесены вообще по разным точкам. То есть это возможности практически нулевая, если так говорить, с технической точки зрения. Что было еще опасение по поводу того, что на каждого работника необходимо будет выработать подпись электронная подпись. Но здесь ситуация какая. Ведь граждане у нас регистрируются на едином портале государственных услуг. И тот, кто зарегистрировался на едином портале государственных услуг, он уже автоматически получил квалифицированную подпись. И тут с точки зрения каких-то дополнительных расходов с его стороны тут не нужно, потому что эта система синтегрирована с порталом государственных услуг, естественно. То есть мы эти подписи будем, ну как бы, и так видеть, и получать. И на самом деле сведения нам сдают не граждане, а работодатели. То есть у нас вот такая речь, да? То есть тут нету. То, что касается плюсов, то, что было сказано, ну да, действительно, то, что было сказано, это и иммунизация ошибочных, неточных, недостоверных сведений. Это сейчас существует. Мы это видим. Когда нам приносят трудовые книжки для назначения пенсии, мы видим, что бывают неточности в их введении. Бывает, кадровая служба уже неправильно что-то занесла. И после этого, естественно, гражданину тяжеловато все это. Но это приходится в судах еще отстаивать, наверное, в том числе. Да, это тяжело. Это будет здесь более прозрачная система. Во-первых, будет работник контролировать. У нас будут определенные форматы, которые будут отсекать такие вот неточности. Ну, а так я еще понимаю, что все-таки и у самого работника может сохраняться и электронная версия его трудовой книжки где-то на флешке. Даже если там какой-то сервер вышел из строя, так я понимаю. И, наверное, все-таки бумажные данные, которые по требованию работника кадровая служба обязана будет предоставить, они в том числе будут являться подтверждением. Но есть, согласитесь со мной, есть риски, что здесь будут подделки. И как вот здесь. Потом выяснить информацию о работнике, допустим, работодатель может только с согласия, потому что это персональные данные. Приходит человек устраиваться на новую работу, не обладает пока еще кадровая служба полным объемом информации о нем, пытается разобраться и узнать о нем больше. Но для того, чтобы это сделать, понадобится личное согласие работника, который должен его дать перед тем, как запросит уже от организации информацию. По данному вопросу, во-первых, вносится изменение в Трудовой кодекс РФ и об ответственности, и об обязанности работодателя, и о правах работника. Вот все, что касается сведений о трудовой деятельности. У нас сейчас вступили давно, да, с 2017 года, и требования по профстандартам. Когда работник приходит на прием к работодателю, работодатель обязан у него спросить стаж работы, а имеет ли он достаточный стаж работы для того, чтобы согласно профстандартам он мог быть принят на конкретную должность. Соответственно, работник обязан будет предоставить сведения о работе. Что касается тех, которые сейчас работают и которые ведут трудовые книжки на бумажном носителе, они вправе предоставить трудовую книжку, да, если они не отказались от ее введения, либо предоставить сведения в электронном виде, или распечатанном, как он сам пожелает. А для того, чтобы предоставить новому работодателю эти сведения, он должен будет запросить их у работодателя по последнему месту работы. При этом обязанность работодателя и ответственность, если не будет выполнена данная обязанность, в день увольнения, как и раньше было, да, он обязан выдать трудовую книжку, записью, где уже есть сведения. Если работник отказался от введения бумажного носителя, то он обязан в день увольнения выдать сведения о его трудовой деятельности. А вот здесь как, на каком накопителе, если это электро, по заявлению? По заявлению работника по желанию, либо в электронной виде, либо распечатанном, заверенной подписью работы дать. А вот такие детали, это флешка, диск, какой формы, тут это не оговаривается. Это уже федеральным законодательством не регулируется. То есть это на месте определяется по возможностям. Да. Понятно. Вот еще такой момент. Мы с вами понимаем, что нововведение, оно же, насколько я понимаю, не имеет обратной силы и как бы не требует сохранения каких-то данных и подачи их за предшествующий период. Но в то же время, с чего начинать отсчет, вот хотелось бы все-таки, Вячеслав Валерьевич, поясните. Вот с первого числа норма вступила, да? А как работникам, которые уже работали в какой-то должности, они же там имеют определенный стаж к 1 января, да, вот кто-то год, кто-то пять, а кто-то, может быть, и 25, и 50, как быть с ними? Да, ну тогда по порядку, да? Значит, порядок представления сведений в пенсионном фонде, он утвержден, естественно, и есть форма, по которой работодатель представляет эти сведения органы пенсионного фонда. И откуда старт идет? Старт идет с того момента, когда работник изъявил, выбрал, как ему ввести трудовую книжку. Либо в элитон виде, либо в бумажном. Значит, как это заявление поступило страхователю, он нам обязан об этом сообщить. И первая запись, которая будет вот в этих сведениях, это последняя запись в трудовой книжке у этого работодателя. То есть, на момент, вот до 1 января, первая запись, где он был принят на работу. Да, абсолютно верно. А после этого введение всей трудовой книжки будет вестись с 1 января 2022. В электронном виде. Да, абсолютно верно. Но данные будут уже представлены как бы за предшествующий период. Ну, грубо говоря, там устроился экскаваторщиком Иванов Иван Иванович, там, допустим, в 2015 году, и на этом месте работал без каких-то переходов. И на 1 января 2020 года он в этой должности продолжил свою работу. Да, и вот именно вот эти сведения на 1 января 2020 года и будут занесены как первые, вот, переданные нам в инвестиции. Следующий момент. Вот, значит, с момента, когда работник определился и заявил о своем выборе работодателю, именно с этого момента и начнется, скажем, отсчет введения его электронной книги, если он выберет именно ее. Введение трудовой книги начнется с 1 января 2020 года. В любом случае. В любом случае, независимо от того, когда этот выбор будет сделан. То есть, с учетом, опять же, как мы с вами определились, того периода, который предшествовал, если не менялась должность и работа, и место работы человека, который на 1 января вот в этом же качестве сохранил свои рабочие функции, должность и все остальное. Понятно. Скажите, вот, обязательно письменное уведомление должен подать работодатель для работника Маякубина, чтобы ознакомился каждый, да? Другой формы, там, допустим, журнал какой-то учета не существует, там, может быть, на узнакомление? Законодатель внес изменения, конкретно обязав работодателя письменно поведомить работника о том, что он вправе, да, чтобы он изъявил свое желание. Поэтому это делается письменным уведомлением. Здесь аналогию можно провести, когда при сокращении, да, Верховный суд тоже подсудил, да, сказал, что письменно под роспись конкретно каждого. Поэтому конкретно каждого работника до 31 июня 2020 года работодатель обязан уведомить о том, чтобы работник изъявил, что вот ведется, поэтому мне нужно задать ваше пожелание. Если кому-то интересно, то образцы уведомлений, да, как образец мы разработали, разработал Рострук. То есть уже формы есть уведомлений на нашем официальном сайте. Все ясно, значит, существуют уже установленные формы уведомлений. Установленные формы, образец мы не могут, поскольку обязательство возложено, мы им в помощь, как бы, как образец эту форму... То есть форма не является обязательной, она рекомендательный характер носит, но в любом случае она отвечает тем требованиям, которые заложены сегодня в нормах законодательства. Это очень важно. Так, и хотелось бы прояснить, вот какие сведения все-таки будут передаваться в пенсионный фонд? Вот прием, перевод, увольнение, ну и в том числе заявление о выборе работника, так я понимаю, да ведь, Вячеслав Валерьевич? Да, ну я уже говорил, есть утвержденная форма, но что в этой форме представляется? Ну, понятно, это сведения о том страхователе, работодателе, который представляет сведение, и сведения о непосредственно работнике. Какие сведения? Значит, это период работы, место, период работы, это сведения, там, приемы, увольнения, даты и так далее, да? Это его трудовая функция, то есть это либо должность, профессия, специальность, квалификация и так далее. Это причины, там, увольнения, предположим, какие есть, и основания для этого. То есть это все эти сведения, которые указываются в трудовой книжке. Вот такой вопрос возникает. Мы с вами понимаем, что вот изменился МРОД, да, вот с 1 января 2020 года. То есть это фактически уже изменение определенной условии. Сегодня работодатели должны привести в соответствие все там, скажем, оклады, систему оплаты труда и все остальное. Будет ли это переводом, как это будет требоваться отразить в отчетной документации? Потому что изменятся оклады, изменятся у многих, да? Как вот это будет отражено? Давайте я прокомментирую сначала, если я ей там дополню. Смотрите, согласно еще не отмененных, да, на сегодняшний день действующих правил «Ведение и хранение трудовых книжек» и статьи 66 Трудового кодекса Российской Федерации, да? Какая запись выносится в приеме на работу в трудовую книжку? Что там должно быть указано? Принят на должность, указывается должность на какую, с какой даты он принят и куда он примет. Размер оклада там не указывается. Оплата труда в трудовой книжке не вносится. Если переводится работник на другую должность, допустим, он был принят столером, переводится на должность художника. Вот это должна быть... Ну или меняется его квалифицированный разряд, да? Вот это отражается. Изменения по оплате труда... Это касается изменения условий труда, определенных трудовым договором. Там эта запись делается в дополнительном соглашении обязательно. Заключается дополнительное соглашение о том, что изменились условия оплаты труда. Но эта запись не вносится в трудовую книжку. То есть, как и ранее, такие данные в трудовой книжке не содержатся. И, соответственно, отчета. А вот этих, скажем, движениях внутри предприятия... Другая отчетность по оплате труда, по отчетам в налоговую... Это уже ФНС. Да. То есть, это будет совсем... Другая отчетность по оплате труда. Понятно. Но в рамках той темы, которую мы сегодня с вами заявили, электронной трудовой книжки, эта характеристика, она будет иметь такое опосредованное вторичное значение. Так я понимаю? Первое значение будет иметь точность... Должность. ...профессиональным стандартам, утвержденным. Особенно это касается, если рабочее место работника признано вредным. Потому что впоследствии, если он работал во вредных условиях, и его должность не соответствует наименованию должности тем профстандартам, которые утверждены, да, и ранее действовавшим списком, которые на сегодняшний день не до конца все отменены, то при уходе на пенсию по вредности могут возникнуть вопросы уже у пенсионного фонда по назначению, и этот вопрос придется решать в судебном порядке. Именно поэтому сейчас и я больше курсов вижу введение в электронном виде. Почему? Потому что работник, увидев, во-первых, сам неточность, зайдя через госуслуги в свой кабинет, можно своевременно обратиться к работодателю, чтобы его поправили. Он скажет, я работаю во вредных условиях, моя должность не соответствует, потому что я не смогу раньше уйти на пенсию. Изменить наименование должности в соответствии с законодательством. Такие моменты, они положительные. Я думаю, что сейчас вот это нововведение может положительно сказаться еще и в том моменте, что у многих, к сожалению, возникала необходимость выступать в судах и в прочих инстанциях, когда работодатель не оплачивал пенсионный фонд взносы на каком-то периоде. То есть у него значится период работы на этом предприятии, а предприятие не выплачивало пенсионных взносов. Вот теперь при вот таком электронном введении книжки таких нюансов уже не будет у нас? — Я так скажу, это не связано с введением электронной трудовой книжки, о чем вы говорите. Факт уплаты страховых взносов, это было, знаете, лет, не знаю, 15 назад, когда это было. На самом деле, факт уплаты страховых взносов не ставит под сомнение его работу. И, соответственно, пенсию мы ему все равно назначили. Самое главное, чтобы начисления были, да? — Да. — Начисления. — Если уплата, это мы уже разбирались в виде работы со страхователем, а не работники БВЗД с пучки исключен. — Понял. Как быть, значит, с работниками по совместительству? И сегодня это, значит, не обозначается как бы в трудовой книжке, а вот при нововведении каким-то образом это будет затронуто? — Норма законодательства, которая утверждена и она установлена, да, в Трудовом кодексе Российской Федерации, запись в трудовую книжку о совместительстве вносится на основании заявления, то есть воли и заявления работника. Если работник желает, чтобы эта запись фиксирована, зафиксирована была в трудовой книжке, соответственно, сейчас и в электронном виде, такое заявление он обязан будет подать своему работодателю по основному месту работы. И, соответственно, на основании данного заявления эта запись будет внесена работодателем по основному месту. — То есть право работника, имеющее исключительно заявительный характер. — Да. — То есть понятно. И сейчас то же самое может произойти и в бумажном носителе, и, соответственно, это может быть отражено в том числе уже в электронной трудовой книжке. — Порядок внесения, он не изменился. — Ну а мне позвольте еще вот тогда вот председатель Московской коллегии адвокатов Скрипка, вот прочитать его отзыв. Наличие бумажных трудовых книжек часто создает определенные проблемы для сотрудников и работодателей. Переход на электронный вариант, конечно же, является большим плюсом. Не нужно проверять, где ранее работал сотрудник, не исчезли ли данные по увольнению, по какой-либо статье или дисциплинарных взысканиях. К тому же сейчас можно держать при себе хоть дюжину бумажных трудовых, а электронный формат сделает ее единой. С другой стороны, предложенная реформа может оказаться накладной, если для внесения записи в электронные книжки компании обяжут покупать доступы в каких-либо базах данных. Неясно также, будет ли информация перепроверяться тем же ПФР, в которой отчисляются страховые износы. И не появятся ли люди, которые никогда не работали, но внезапно получили электронные трудовые книжки со стажем в 20-30 лет. То есть, вот здесь и плюсы, и минусы, и вот такие вопросы. Ну и, казалось бы, все-таки у представителя московской коллегии адвокатов Скрипка, Леонов и партнеры. То есть, достаточно серьезная такая организация. В то же время он отражает вот здесь ряд серьезных плюсов. Действительно, сегодня ведь может быть бумажных трудовых книжек у человека сколько угодно, так я понимаю, да? Никто это не регламентировал. Практика показывает, что да. И вот сегодня приходится вам сталкиваться с тем, что оформляя пенсию, человек приносит, допустим, там несколько трудовых книжек, которые как бы там сами по себе существуют. Так, вопрос понятен. Ну, я начну с того, что введение нескольких трудовых книжек на бумажном носителе как-то может быть. Да, они возможны, да. Они возможны. Смотрите, когда человек приходит для оформления пенсии, значит, у нас на самом деле уже сведения о нем есть. Есть. Да. У нас, я как говорил, персонифицированный учет ведется с 97-го года, и все сведения работников у нас есть. Плюс мы проводили такую кампанию, когда мы собирали сведения, там была такая форма специальность ОЗВК, когда все страхователи сдавали сведения о том, что есть трудовые книжки, и нам это тоже представляли. Они, можно сказать, в полном объеме не выверены, но за основу их взять можно. И в том случае, если он к нам приходит, у нас есть какие-то расхождения, мы, по сути дела, по этим расхождениям также работаем и с теми работодателями, которые это вписывали, и с работниками. То есть, и вот то, что может появиться в электронной трудовой книжке какой-то стаж за 20 лет, я говорю, в принципе... Это очень маловероятно. Это невозможно практически. Это почему? Потому что, еще раз, в электронной виде книжка будет висеть с 2020 года. Да. И уже будет поверки у нас по этому поводу. То есть, это, в принципе, исключено. То есть, вот такое опасение, что мистер Икс с каким-то несуществуемым стажем вдруг выплывет, это практически сведена к нулю возможности. А вот тут вопрос, что по поводу обяжут покупать доступ куда-либо, да? Я хочу сказать таким образом, что те сведения, которые нам сдают на работника, они являются его персональными данными. И доступа к этим сведениям, кроме этого работника, ни у кого нет. Это вот надо понимать. Это его персональные данные. И получить доступ... И он дает соответствующие согласия. Он может только согласен. Вот таким образом. То есть, кого-то что-то покупать доступ, это невозможно, потому что это его персональные данные. Если такие инциденты будут, напрямую уголовная ответственность необходима будет сообщать об этом в правах. Которые четко эти персональные данные защищены соответствующим законом. И уже в России отмечается день персональных данных, который совсем недавно мы с вами знаем был. Еще один вот такой отзыв. Евгений Полубояров. Эксперт по кадровому аудиту компании Кадриум. Пока нет понимания, как новая система будет работать и какое программное обеспечение потребуется для взаимодействия. Как будет осуществляться контроль корректировки внесения данных о работнике и смогут ли сотрудники проверять представленную работодателем информацию. Неясно, кто в какие сроки должен внести данные из трудовых книжек 72 миллионов работающих на данный момент. Кроме того, многие трудящиеся, возможно, испытывают психологический дискомфорт из-за отсутствия привычного бумажного носителя. В то же время исключается риск мошенничества при трудоустройстве, так как работодатель сможет запросить трудовую историю кандидата. У самого работника трудовая книжка никогда не потеряется и не повредится. Если исчезновение или банкротство работодателя при продаже вместе с ним документов, такое встречается, не возникнет проблем с восстановлением сведений о работе, о подтверждении трудового стажа. Упрощается вопрос о восстановлении сведений о работе и подтверждении трудового стажа. Упрощается вопрос официального трудоустройства удаленных работников. Работодатели смогут не покупать сейфы для хранения трудовых книжек и снизить затраты на ведение кадрового учета. Это то, о чем, кстати, вы говорили уже. И сегодня действительно издержки могут быть снижены. А по большому счету вот этот отзыв, наверное, не требует пояснений, потому что уже по этому поводу, наверное, вы все предварительно успели очень четко разъяснить. Единственное, дополнить, хотелось бы там прокомментировать по срокам. Сроки, они установлены законодательством, уже установлены. В какие сроки работодатель обязан подать сведения и отчетность. Уже она будет делаться, не даст собрать, до 15, не позднее 15 числа ежемесячно, в котором осуществлено кадровое мероприятие. А потом это уже будет не позднее одного рабочего дня с даты приема. С даты приема. Вот здесь, наверное, все-таки возникнут определенные сложности. Вот это один день с даты приема. Это у нас нововведение будет с 1 января 2021 года, да? То есть год у нас вот таких переходных норм предусмотрен. Пока все-таки... Я не думаю, что сложности в один, потому что, как и уже было сказано до этого, это уже ранее делалось и делается на сегодняшний день. В других программах, поэтому... То есть многие вот те действия, которые сегодня производят работодатели, они по большому счету уже были отлажены, как сегодня уже прозвучало. И в сборе, предоставлении информации. То есть вот таких больших новшеств не введет электронная трудовая книжка. Так я понимаю, да? Да, но что вот с этим вопросом, который затронули по программному обеспечению, да? Ведь еще раз хочу сказать, что более-менее там крупных, средних организаций все пользуются бухгалтерскими программами, пользуются программами по ведению кадрового учета. Там необходимо только получить новую версию, и уже все программы доработаны. Что касается небольших организаций, то пенсионный фонд выдает программное обеспечение, это оно бесплатно, можно скачать с сайта пенсионного фонда, и каждый страхователь, работодатель может ввести этот учет в этом программном обеспечении, которое бесплатно выдается, и, соответственно, нам передавать эти сведения. Я так понимаю, нарабатывая опыт правоприменения, вот, нововведений, все-таки будут разрабатываться и дополнительные инструкции, пояснения, и, может быть, методические рекомендации, насколько я понимаю, они потребуются, да? Потому что, действительно, может быть, мы сегодня не можем охватить в рамках вот такой короткой программы все нюансы, и, конечно, хотелось бы проинформировать нашу зрительскую аудиторию, что вот это новшество, оно действительно неизбежно. Мы идем по этому пути, путь цифровизации, как у нас уже было обозначено в начале программы, это уже некий федеральный тренд, которому мы будем четко следовать и далее. И, тем не менее, значит, нам нужно максимально учесть здесь то, как это влияет на качество жизни каждого человека, на то, как все-таки государственные органы готовы откликаться на те вопросы, может быть, по правоприменению, фактически, введению этих новых трудовых книжек. Потому что это действительно новшество. Тем более, что, как мы с вами все-таки прояснили, пусть, может быть, это не так значительно, но двойная работа у кадровиков на каком-то этапе возникнет, да? Вот по тому, что они будут вести и бумажные носители трудовых книжек, и дополнительно трудовые книжки в электронном виде. А вот мне бы хотелось все-таки у Светланы Александровны спросить, как вы видите, ведь все-таки любой закон, он не догма, он живой, да? И какие вот могут быть изменения и нового введения в ближайшее время, на ваш взгляд? Вот, может быть, ну, хотелось бы, чтобы каждый закон был максимально адаптирован, но из практики мы понимаем, что он оттачивается со временем. Вот вы сегодня видите какие-то направления, где уже, может быть, потребовалась бы доработка законодателя? В рамках электронных трудовых книжек, мне кажется, мы только еще на этапе... То есть пока рано об этом говорить, да? Да, во-первых, рано, во-вторых, законопроект настолько выверен, настолько пошагово прописана инструкция для работодателей, что делать, какие локальные акты или коллективные договоры менять в рамках отчетности по работодателям, какие сроки предоставлять эту отчетность, как взаимодействовать с работниками, где работники могут... То есть уровень подготовки этого документа вы оцениваете как высокий? Вы очень высокий, конечно. Значит, самое главное, что мы услышали с вами, что целый год еще дается для того, чтобы адаптироваться к этому нововведению. И, как уже Майя Кубна обозначила, что вот суровых мер с плеча не последует. В любом случае будет возможность поправить ошибки и совершенствовать свою работу. Ну, а как прозвучало сегодня уже в заверениях Вячеслава Валерьевича, соответствующие разъяснения и возможность получить информацию, они будут даны и сотрудниками пенсионного фонда. Коллеги, ну вот все-таки мы с вами уже подходим к завершению нашей программы. Я хотел бы вас попросить высказаться буквально так, коротко, что вы хотели бы отметить в этом нововведении, и то обратиться к нашей зрительской аудитории в рамках того, что эта норма уже действует с 1 января. Может быть, ваше видение, пожелания и мнения. Ну, начнем, наверное, с вас, Вячеслав Валерьевич. Да, ну если действительно пожелание сказать, то, наверное, все-таки с практической точки зрения, что бы я рекомендовал сделать работодателю, не откладывая там через полгода или так далее, несмотря на то, что происходит переходный период. Ну, первое, обратите большое внимание на то особое внимание, что помимо там трудовых отношений, которые вы должны привести в соответствии с работниками, а это там внести, может быть, изменить коллективные договоры и так далее, я не буду на этом останавливаться. Вам необходимо, конечно же, уведовать каждого работника до 30 июня об этой возможности. И после того, как он выявит свое желание и заявит об этом, эти сведения передать в пенсионный фонд. Вот это не надо затягивать, потому что если это будет сделано на каких-то более поздних этапах, то могут быть не очень хорошо. Почему? Потому что на самом деле неподача заявления работникам, оно оговаривается в случае, когда это может быть. А это, как я говорю, это больничный, это когда он на работе не работал. То есть, это случаи перечислены. И в случае несоблюдения этого, у работодателей могут впоследствии возникнуть проблемы. Из-за этого не надо это делать, надо уже сейчас приступать к этой работе. То есть, не стоит откладывать на завтра то, что можно будет сделать сегодня, для того, чтобы избежать потенциальных каких-то в будущем проблем. Майя Кубина, Ваши несколько слов по поводу нашей обсуждаемой темы. Я бы хотела донести до работодателей, что пугаться этого совершенно не стоит. Как и инспекция труда, и как и пенсионный фонд РФ и области, мы ведем и будем продолжать вести разъяснительную работу. По всем вопросам, которые у работодателей возникнут, проблемам по соблюдению того или иного, иных требований трудового законодательства, они вправе обратиться к нам, в инспекцию труда в Тверской области, за разъяснениями, как письменными, так и устными. Данная государственная услуга, как разъяснительная работа, инспекция труда осуществляется бесплатно совершенно. Поэтому, пожалуйста, звоните, мы все разъясним. Очень важно. Мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Итак, мы снова в студии. Светлана Александровна, ну что ж, Ваше слово. Наверное, у меня рекомендация в первую очередь будет к работникам, с тем, чтобы они сделали правильный выбор. Те, кто хотят идти в тренде с современным обществом, выбрали электронные трудовые книжки. Те, кто могут испытывать гипотетический психологический дискомфорт относительно электронной формы, останутся на бумажном носителе. И единственное, такое право лишены работники, которые трудоустроятся с 2021 года. И вот в этом вопрос остается все-таки вопрос, а как насчет принципа равенства прав всех работников, когда в отношении одних мы допускаем добровольный переход на электронную трудовую книжку, а другим мы не предлагаем такой альтернативы. Мы будем считать, что все-таки бумажный носитель трудовой книжки – это своего рода рудимент уже, атовизм, который остается у нас в прошлом, мы двигаемся вперед, иначе у нас у всех бы еще равенство было, и хвосты бы носили. Молодое поколение, молодое. Молодежь, она все-таки в этом плане больше, скажем, общается с гаджетами, в большей степени продвинута именно в этом направлении. Для них, я думаю, это будет вполне органично. Хотя вопрос равенства, конечно, должен звучать всегда, безусловно. Итак, друзья, насколько мы могли, мы попытались разъяснить сегодня, что же все-таки случилось с 1 января 2020 года в рамках того, что были введены новые электронные трудовые книжки. Естественно, это процесс длительный. У нас еще с вами практически целый год для того, чтобы определиться и отточить все, скажем, действия и телодвижения для того, чтобы не навлечь на себя карающие, скажем, какие-то санкции. То есть это касается, в первую очередь, работодателей, но и работников, я думаю, что это интересует не в меньшей мере, потому что, ну, сегодня, может быть, действительно, таким образом открываются дополнительные возможности. Не нужно там искать, как передать эту копию, как там ее сохранить и все остальное с бумажного носителя. Сегодня мы с вами понимаем, что получают новые формы работы, дистанционный, такой тоже уже нередко встречается. И в этом случае именно электронная форма трудовой книжки позволит открывать действительно новые возможности для вот такого рода работников. Естественно, может быть, не совсем просто будет выглядеть переход для работодателей. Ну что ж, друзья, зачастую то, что потом, может быть, станет действительно таким благом и скажет, как мы без этого раньше жили, но на каком-то этапе, может быть, и повлечет определенные сложности. Ну а я хочу пожелать всем, чтобы мы с вами оставались вот в том тренде, идти в ногу со временем. И, естественно, от нововведений, которые нам дарит наше правительство, все-таки мы могли получать больше плюсов. Итак, это была программа «Темы дня». Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в курсе последних событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова